Продолжение следует... Должен вам сказать, что и в чиновнищем засловии эту проблему тоже понимаю. Совсем недавно в этом зале я встречался, вы знаете, с руководителем муниципальных образований. Но, естественно, в наших условиях, когда у нас ещё всё только, знаете, на живую нитку сделано, любое уголовное дело по бизнесу вызывает настороженность и тревогу. И я вас прекрасно понимаю, потому что всегда возникает мысль, не будет ли поворота в прошлое. Не будет. Это невозможно. Государство, конечно, должно реагировать на нарушения закона и со стороны рядового гражданина, как я говорил, и чиновника, и бизнесмена, но должно и защищать всех, в том числе и не в последнюю очередь, бизнес, потому что это и есть защита экономики государства. Что касается дискуссии, не будем уходить ни от каких острых вопросов, что касается дискуссии по конкретным уголовным делам, то нужно всё-таки привыкать к определённой правовой культуре и не скатываться к внепроцессуальным решениям. Огульные обвинения в адрес правоохранительных органов порождают огульные обвинения в наш с вами адрес, в адрес бизнеса и государства в коррупции. Если нам что-то с вами не нравится в деятельности правоохранительных органов, вызывает сомнение, нужно совершенствовать в этом случае отдельные институты государства. Но делать это нужно, принимать эти решения необходимо системно, публично и правовым способом. Бизнес и власть не только будут продолжать диалог друг с другом, а более того, они, на мой взгляд, обязаны вместе работать и будут вместе работать на развитии России, на поднятии экономики России, на то, чтобы сделать нашу страну более сильной, богатой и процветающей. Успехов!